Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о Google Play консоли. Все знают, что это кабинет разработчика. Но что же нам, а с Ошником, нам полезно смотреть, за какими показателями следить, а также как выдать другим людям доступ к этому кабинету. Мы с вами сегодня обсудим. Начнем. Заходим в консоль через почту. Выбираем нужные приложения, если у вас их несколько на одном аккаунте. Переходим в раздел «Эффективность страницы приложения» и «Аналитика источников трафика». Итак, первое, что мы видим — это график количества установок приложения, уже разбитый по источникам трафика. Сейчас статистика показывается за последние 30 дней, но вы можете выбрать любой интересующий вас промежуток времени. Давайте разбираться, в чем разница источников трафика. Поиск в Google Play. Сюда идут все установки пользователей, которые перешли на страницу приложения из поиска. Например, пользователь ввел в поиске ключ игры, пришел на страницу и скачал приложение. Вот такая установка и будет засчитана в этот источник трафика. Интересно в Google Play. Сюда идут все установки, сделанные пользователями, нашедшим приложение просто на просторах в Google Play. Возможно, они скачали какое-то приложение и высветилось похожее. И вот оттуда произошла установка. Или же мы зашли во вкладку «Приложение», потом выбрали «Лучшее» и оттуда установили приложение. Вот такие установки и попадут в раздел «Интересный в Google Play». Чуть ниже, помимо установок, мы можем увидеть количество показов и конверсию страниц приложения. Здесь у нас есть только одна конверсия, в отличие от App Store. Это конверсия из просмотра страницы в установку. Просмотр – это посещение вашей страницы приложения в Store. Установки – это количество пользователей, нажавшие на кнопку «Загрузить». Сейчас перед нами данные, не разделенные по источникам трафика. Чтобы применить фильтр, нам нужно перейти в раздел «Анализ конверсии». Здесь мы фильтруем по странам и источникам трафика и смотрим просмотры, установки и конверсию в выбранной стране по определенному источнику трафика. Еще в Google Play можно посмотреть конверсию по определенному ключу, чего нет, например, в App Store. Для этого возвращаемся в раздел «Анализ источников трафика» и долистываем до раздела «Поисковые запросы» и смотрим, какая у нас конверсия по определенному ключевому слову. Также, посмотрев на соотношение трафика из «Поиска» и «Интересного», можно сделать вывод о том, откуда у вас приходит основной объем трафика. Если трафик из интересного, очень маленький, либо его нет совсем, то это повод задуматься о том, в той или категории вы находитесь и все ли у вас хорошо с графикой. Так, Google Play может не предлагать в похожих ваше приложение, так как ваша графика очень отличается от графики конкурентов. А как мы знаем, Google может распознавать то, что расположено на графических элементах. Или же пересмотрите свое полное описание, может быть, вы пишете о том, что мало относится к категории вашего приложения. И опять-таки поэтому Google не рекомендует вас. Теперь давайте посмотрим, как выдать доступ другим людям к вашему кабинету разработчиков. Переходим в раздел «Пользователи» и «Разрешение». Нажимаем «Пригласить пользователей», прописываем почту, устанавливаем срок, если это необходимо, и выбираем, какому приложению мы хотим дать доступ. Отмечаем галочками те блоки, доступы которым мы хотим дать. Нажимаем «Применить» и «Пригласить пользователя». И все готово! В целом, самое основное, что нужно осошнику на начальном этапе, мы с вами рассмотрели. В кабинете разработчика еще много всего полезного и интересного. Советую еще и самостоятельно полазить и поизучать. Если навести мышкой на вопросы, то Google выдает вам объяснение, что это такое, что поможет вам быстрее во всем разобраться. Делитесь интересными знаниями в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если это было полезно. А я знаю, что это было полезно. А еще вы можете писать в комментариях, какие темы вы бы хотели, чтобы мы разобрали. Всем пока!